В этом видеоуроке будет рассмотрен принцип создания забора с профлистом. Вот такой вот забор. Как видим, у него есть опорные столбы, которые идут с определенным шагом в штакетнике, ну и сам профлист определенной высоты. Для начала я рекомендую ознакомиться с видеоуроком по созданию такого деревянного забора, который есть у меня на канале. Данный забор создан на основе панели витража. Этот способ мне кажется не совсем удобным тем, что я сделал в качестве панели витража столбы, штакетники и сам профнастил. Когда потребуется увеличить шаг между опорами, увеличить высоту забора или уменьшить, начнутся проблемы. Ну или поменять, допустим, тип профлиста. Начнутся проблемы, поэтому я бы хотел бы рассказать немного про другой способ. Отдельно будет в панели витража созданы опоры, штакетники, Апрофлист будет создаваться инструментом ограждения. Вот такое ограждение из вот такого. Здесь можно регулировать высота забора, шаг профиля. Это в зависимости от того, какой у нас профиль будет. И смещение забора от земли. Зайдем в редактирование. Вот это я удалю, чтобы никого не смущать. Здесь панели витража ограничиваются справа-слева плоскостями главными. Вот у них есть даже имя. Справа-слева. Сверху это верхняя плоскость, и снизу это опорный уровень. Можно играть шагом опор высотой нижнего штакетника, верхнего штакетника. Так, это закроем. И создадим новое. Здесь показаны те плоскости, о которых я говорил. Да, еще забыл сказать. Еще раз. Опоры сделаны способом сдвига. Штакетники также это элемент сдвига. Выделим профиль. Видим то, что я использую в данном случае труба 73 на 10. Вот так вот это выглядит. Здесь тоже труба, только квадратная. Так вот теперь закрываем. Сразу выполняем привязку нашего эскиза к плоскости. Закрываем обязательно замочек. Здесь нужно выбрать профиль, который мы будем использовать. Предварительно профиль нужно загрузить. Например, здесь. Пускай будет квадратная. Так, мы выберем вот это, вот это, вот это, и вот это. Загрузим еще круглую трубу. Так, ну пускай будет вот это, а, или даже, даже вот это пускай. Здесь выбираем какие-нибудь опоры помощнее. Например, вот эту, вот эту. Я зажимаю Ctrl и выбираю. Вот так вот. Теперь выделяю профиль. Выбираю. Ну пускай будет вот это. Перехожу на 3D вид. Создаем, выбирая параметр материала. Пускай это будет вот такая сталь. Пускай будет вот такая сталь. Если изменить шаг опор, то труба двигается вместе с плоскостью. Это что нам и нужно, в принципе. Так, какое здесь расстояние. 90. Наверное, слабоватая будет опора. Точно так же создаем еще одну. Закрепляем. Убираем профиль. Я даже помощнее трубы сделаю так. Материал уже назначаем существующий параметр. И тут редактируем. Все работает. На верхнюю плоскостью тоже можно манипулировать. И высота столбов меняется. Теперь создадим штакетники. Можно задать параметр, который бы позволял бы изменять расстояние. Вот это расстояние. Но я просто сделаю скажу здесь 500, например. И пускай... Поставлю замочек, и пускай нижний... Вот этот штакетник будет всегда ниже вверх опор на полметра. Здесь точно так же, только я выставлю здесь 100 миллиметров. И закрою замочек. Так, еще раз. Выбираем профиль. Здесь выбираем квадратную трубу. Вот эту. Единственное, что я хочу сделать, чтобы эта труба была... не по оси столбов, а примыкала сбоку. Для этого... Так. Перешли на план потолков. Здесь... Попробуем вручную... перенести... вот сюда. Так, переноситься не хочет, потому что здесь закреплено. Открепляем. Еще раз. Вот так. И стрелками можно... регулировать зазор. Подогнали. Здесь делаем то же самое. Кстати, параметр материала нужно было назначить здесь и здесь. Как видим, вроде бы все работает как надо. Для левой или правой стойки назначаем параметр видимости, который по умолчаниям будет выключен. Пускай это будет параметр экземпляра. Это нужно для того, чтобы в последующем наши опоры при тиражировании друг на друга не накладывались, не дублировались. Так, ну, вроде бы здесь все готово. Сохраняем. Вот так. Вот так. Вот так. Создадим новый проект. 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 Для начала я начерчу линию забора. Создадим новый проект. Пускай будет и так. Выделю построенный и нажму создать аналог. Выбираю линию. Табом выбираю все отрезки. Автоматически забор создается по сей линии. Этот можно удалить, чтобы не мешался. Для удобства работы, кнопку создать аналог рекомендую забинить на комбинацию клавиш, которая для вас удобная. Но здесь по умолчанию используется комбинация CS. В принципе, она для меня удобная. Я ее использую.